Прокомментируйте результаты прошедших выборов. На ваш взгляд, насколько хороший результат получила Единая Россия? Ну, прежде всего, хотел своим дорогим землякам сказать огромное спасибо за высокую степень активности. Как всегда, на выборах органов власти исполнительно-представительной в этом году на выборах депутатов Госдумы Законодательного собрания Краснодарского края показан высокий процент. От числа избирателей 41% проголосовали. Это достаточно высокий показатель. Это первое. Поэтому большое спасибо за активную гражданскую позицию, за то, что мы любим свой город, мы любим страну. И своими действиями путем участия в голосовании мы это на деле показываем. Это первое. Второе. Достаточно большая часть избирателей поддержали в целом партию Единая Россия. Мы это, конечно, тоже оцениваем. И тоже большое спасибо за поддержку, за доверие, которое оказано нашим партийцам. Поэтому есть на что обратить внимание. В ходе встреч, в ходе общения с избирателями поступило очень достаточно много интересных, конкретных предложений о настоящем будущем нашего родного города. Мы, безусловно, возьмем себе в актив наши работы и будем претворять жизнь. Не за горами у нас выборы депутатов Назаровского городского совета. Это осень 2022 года. Безусловно, будем корректировать свои планы, корректировать свои действия и работать на то, чтобы доверие избирателей партии Единая Россия на территории города Назарова вырос. И действительно люди на следующих выборах более активно поддержали и более масштабно партию Единая Россия. И не могу сразу не спросить, коль вы уж сами заговорили о результатах голосования по городу Назарова для Единой России, это печальный результат или вы считаете иначе? Почему все-таки? Мы соизмеряем наши результаты всегда в любой работе с общекраевыми показателями. Поэтому на уровне общепраевых показателей партии Единая Россия, в частности в городе Назарова, она занимает такое среднее положение, то есть на уровне показателя Красноярского края. Поэтому, конечно, на выбор населения влияет и общеэкономическая ситуация в целом стране, и решение, которое принимается и на федеральном уровне, и на региональном уровне. А на местном уровне? Безусловно, это и качество работы органов исполнительной власти сверху, донизу, в частности в городе Назарова. Поэтому мы все знаем, слышим, где какие есть недоработки, на что обратить внимание. Это в рамках и развития уличной дорожной сети, это в большей степени и качество выполнения работ подрядными организациями, которые за бюджетные деньги должны в установленные сроки выдавать хорошее качество, это эффективность бюджетных расходов, так если сказать. Это вопросы, связанные и с благоустройством территории, и, конечно, для города Назарова, вопросы, связанные с сохранением и развитием экономического потенциала. То есть это работа на ином качественном уровне с субъектами малого, среднего предпринимательства, это форма муниципальной и государственной поддержки, ну, просто человеческое внимание с субъектам малого бизнеса, вникая в их проблемы, в их трудности, оказывая им посильную помощь в рамках действующих полномочий. И, конечно, это развитие экономического потенциала, это создание новых дополнительных рабочих мест. Потому что мы тоже с вами знаем, что у нас сейчас очень активно развивается такая форма работы, как вахтовый метод работы. И люди едут, да? Люди едут, зарабатывают деньги, а как следствие мы должны думать и о благополучии, и крепости наших семей. Поэтому здесь тоже надо на это обращать внимание. Сергей Александрович, а у вас есть намерение, или, может быть, вы уже встретились с главой города Сергеем Ивановичем Сухаревым? На ваш взгляд, такой результат, это оценка в том числе и администрации Назарова? Глава города, безусловно, очень хорошо понимает в целом результаты выбранной кампании, хорошо понимает, человек у нас грамотный, умный. И думаю, что он делает определенные выводы и в работе администрации города, лично в своем участии. Что касается встреч, мы с Сергеем Ивановичем постоянно находимся во связи, в отношениях повседневных, не только в ходе избирательной кампании, но и в ходе повседневной текущей нашей деятельности. Поэтому корректировка... Необходимости отдельно встречаться нет? Отдельно нет, конечно. У нас постоянный режим, наши постоянно совместно работают. Поэтому проблема отдельных каких-то встреч на фоне избирательной кампании, в преддверии избирательной кампании, такой необходимости нет. Сергей Александрович, не могу не спросить, и опять же, вы заговорили уже сами о том, что, в общем-то, не за горами выбора депутатов Назаровского городского совета. В прошлую избирательную кампанию депутатов Назаровского городского совета партийный список возглавлял нынешний действующий глава Назарова Сергей Иванович Супарев. Будущая избирательная кампания, вот как вы видите его рядом с собой, в качестве кого? Еще работа впереди, работа впереди и над какими-то проблемами, ошибками. Поэтому сейчас, в настоящий момент, трудно говорить, кто в команде будет, как мы пойдем. Поэтому будем, конечно, готовить предложения, будем эти предложения обсуждать с нашей вышестоящей партийной организацией, региональным политическим советом, не без его участия все это будет происходить. Ну и по итогам будут приниматься решения. Правильно вы сказали, что выборы год пройдет быстро, поэтому надо уже сейчас думать, уже сейчас готовиться. Ну и самое главное, конечно, итог всей этой работы, это должны увидеть люди-назаровцы. Если люди увидят, что действительно мы не на словах, а на деле занимаемся комплектными делами, есть результаты нашей работы, меньше будем ошибок совершать, ну тогда и наши дорогие избиратели нас поддержат. Поэтому самый главный критерий – это оценка людей. А если без фамилий, все-таки из нынешнего депутатского корпуса, я сейчас имею в виду только единороссов, все ли, на ваш взгляд, должны остаться рядом? Вы знаете, у нас всегда правило есть такое, уставное требование партии, значит, каждый год глубоко осенью мы проводим конференции, это уставное требование партии по ротации членов политического совета партии «Единая Россия» где-то в пределах 10% от численности. Вот у нас сегодня 21 член политического совета, где-то 2-3 человека – это минимальное количество ротаций, которые ежегодно должны поддержать. Поэтому партия, правило есть такое – обновлять кадры, ротировать. То есть это нормальная, обычная, рабочая такая обстановка. Но вы не исключаете, да, что кто-то уйдет? Поэтому я думаю, что это будет касаться и представительного органа власти, то есть, конечно, будем смотреть. Кто-то по собственной инициативе, вы видите, по итогам сессии проходящих, да, что у нас есть депутат, вот ЛДПР у нас, Скорихин Михаил, активный депутат, но по ряду обстоятельств он сложил себе полномочия, объяснив, что он загружен в регионе, работает в Красноярске, ему сложно ездить из Красноярска на проводимое заседание городского совета депутатов. У нас есть представители других партий, вы знаете тоже, да, которые по собственному желанию покинули ряды городского совета. Ну, разные причины есть. Есть и семейные обстоятельства, есть за пределы города. Есть определенная самооценка того, что произошло. Человек оказался в кресле депутата, да, городского совета, побывал на сессиях, соизмерил свои возможности, свои таланты, способности, желания. Может быть, кому-то тяжело эта работа, кто-то недопонимает в этой работе, да, поэтому человек может сделать такую самооценку и сказать, да, к сожалению, я попал не туда. Поэтому все возможно. И, конечно, мы будем изучать мнение каждого депутата городского совета, его желания, будем анализировать его активность как депутата. Вы будете лично встречаться с избирателем? Ну, посмотрим. Ну, мы лично тоже встречаемся, вы же видите, постоянно. Потому что на сессии, на комиссии городского совета площадок много, мы каждый раз видимся, общаемся. Вы присматриваетесь? Мы смотрим, беседуем, знаем настроение каждого, да, кто о чем думает, какие у него планы, где-то обмениваемся мнениями. Поэтому это жизнь. Все меняется, все изменяется, движется вперед. Жизнь есть жизнь. И загадывать сейчас на полгода-год вперед очень сложно. Очень сложно. Ну, я думаю, что изменения будут и качественного состава. Обязательно. Продолжение следует...